H&M, да, H&M я тоже люблю. Кстати, H&M, мне кажется, очень нормальным стал, да, за последнее время. Молодцы, как-то они наравне с Zara почти. Сегодня в Zara такие сапоги померила, на каблучке, высокие, черные, кожаные. Так, я думаю, все, нормальные такие. Потом посмотрела, 20 тысяч, 20 тысяч за Zara сапоги, извините, извините. Что-то, короче, у меня жаба задушила, я думаю, нафиг надо, все равно стоять будет полиция, как и все остальные. Жаба пупырчатая. Где вообще мозги этого мужчины? Скажите мне, пожалуйста. Взрослый лоб, мужик, заходит в эфир к девочке, которую он лично не знает, и пишет. Жаба пупырчатая. Блять, я не удивлюсь, чувак, если ты девственник еще до сих пор, потому что таким долбоебом бабы не дают, понимаешь? Твой друг, твоя рука, иди отсюда. О, прям стихами. Приходим к нему. Автоматически активируется соцпакет, когда оплату вынести в возможности яд. Мессенджеры и приложения Яндекс работают бесплатно даже при влете. Теле 2. Другие правила. Знаешь, что многие из вас продолжают вот эту суббанку. В принципе, они не замечают вложения в Суббанк. А Суббанк, в принципе, они продолжают возвращать процент к критинам наличными с вами клиентами. Может, начнешь снимать влог. У меня скучная жизнь. Если бы я путешествовала... Извините, что чавку сижу. Если бы я путешествовала бы, либо там, не знаю, чем-то интересным занималась бы. Чего снимать-то? Как я сходила в зал, когда я пришла домой. Как я съездила на вождение и сходила за продуктами. Как тебе Ходынка район? У меня там сосочек не торчит. У меня вечно они вываливаются. Я переезжаю, но район не меняю. Я привязана к Ходынке. У меня тут фитнес. У меня вождение. Привыкла я к этому району. Наверное, больше из-за фитнеса. Перепродавать абонемент уже нет смысла. К тому же тренер мне мой нравится. Не готова пока я. До 25 ноября уже все подписала, что съезжаю. Еще вариант и все. Ну, мне уже там парочку вариантов понравилось на Сане. Ну, конечно, за месяц они улетят. Блин, я такую квартиру там нашла вообще. Она прям дорогая. А потом ценник на нее адекватный стоит. Но она прям такая классная. Дом, правда, конечно, не первой свежести. Ну, мне это не принципиально, чтобы там был новый ЖК. Главное, чтобы территория охраняемая была и все. Ну, думаю, это не проблема. Объем ресничек я делаю большой. Мне поначалу даже не нравится. Как колхозница, знаете, вот хлопушками. Вот. И... Ну, я так не люблю ездить часто на ресницы. Для меня эта процедура – это ад. Вот. Лежать... А я еще не сплю. И лежать вот это вот с... Три-три с половиной часа с закрытыми глазами. Для меня это вообще прям... Мне даже на волосах 13 часов легче отсидеть. Чем на ресницах. И я делаю 4D объем. И хожу спокойно месяц-полтора. Вообще не парюсь. Не мучаюсь, не парюсь. Сейчас я еще... Ногти сделала. Сука, длинные. Такая пришла с мыслью. Хочу... Сама себе, да? Так что-то сижу, блядь, так вообще как будто сама-самая болтая. Ну, вы спросили про районы. Я развернуто, очень развернуто ответила. Краткость – это не про меня. Эффект, конечно, тока лисий. Притом каждый раз прошу мастера, говорю, чем ближе к глазу, сделайте, пожалуйста, короче. Нет, все равно длинные лепят. Я помню, как-то раз тоже сделала такие ресницы, притом не так давно. У меня же с ними было стыдно ходить. Просто вот такие хлопушки. И даже... И кукольный эффект. Еще мастер перепутал, сделал мне кукольный эффект. А мне он вообще не идет. Почему не отвечаешь про углы? Нет, я не делала углы. Я вообще не колола ни разу себе лицо. Я ни разу себе ничего не колола, кроме губ. Так сказать, все родное. Кроме ресницы губ. Грузи и жопы. Волос и все вроде. Как сама относится к тюрьму тела? Если это эстетически все красиво выглядит, то любая пластика только во благо. И прекрасно, что она существует, и что есть возможность что-то в себе поменять. Это вообще прекрасное время. В прекрасное время живем, действительно. Изгиб? Ой, вроде С, да. Хотела бы забить рука в тату. Нет, конечно, еще дур. Мне вообще не нравится на женском теле рисунки. Вот, у меня две надписи, и все, за глаза достаточно. Мне кажется, что татуировки дешевят очень сильно. Придают вульгарности какой-то. Какой-то, знаете, вот этот вот стрепушник, когда приходишь, там все бабы вот это вот забитые. Какой-то грязи передает. Чем будешь заниматься, и снова ведут карантин. Блин, только б зал не закрыли. У меня, блядь, результат пошел. Прям какой-то потенциал внутренний проснулся во мне. Помадой пользуешься. Я контр делаю карандашом Vivian Sabo. Чуть-чуть растушевываю пальчиком, потом маковскую помаду беру. Ну, такой нюдовый тон у меня прям на тональник похожий. Очень плотная. Тыкаю, пальчиком размазываю, и сверху кладу блеск кика, либо этот. Клоранс. Гель для губ вишневый. Как перестать кушать много и начать правильно питаться? Наш организм, знаете, такой вещь, мы привыкаем. И к хорошему, и к плохому, кстати. Не только, знаете, к вредной пище. Привычка вырабатывается две недели. Две недели продержишься, тебе потом само не захочется. Все, сорвешься, начнешь жрать говно, опять привыкнешь к говну, и все. И потом опять собраться очень сложно. Вот. Мне сейчас, знаете, на чем я срываюсь? Ну, ладно, могу сырники поесть. Это, ну, ничего такого. И то сырники по сравнению, там, с фастфудом, либо еще с чем-то. Это не так критично. И то я стараюсь есть сырники, типа, ппшные. Там на какой-то там муке специальной, я уже забыла, без сахара. Хотя на выходных, блин, я и без троганов поела. Но, кстати, ничего не отложилось. Я прям вообще не заметила, чтобы где-то что-то там выскочило. Ну, потому что я на неделе себя очень ограничиваю. Батончики ем. Если хочется что-то прям вот уйти в отрыв в плане питания, я беру себе большое кофе и батончик. Все, на полдня наелась. Еще, когда я спросила у тренера, можно ли их кушать, он говорит, спокойно, но не больше одной штучки. Ну, как мы говорили с экспертами, то есть от пальцев рук, и потом на подворотке у нее были повреждения, ссадина какая-то, были на... Вы залишься сладкая? Нет, сейчас вообще сладкая. И знаете, когда последний раз ела что-то из обычного сладкого? Ой, последний раз я ела в начале сентября. Все, потом, как я себе тренера наняла и дала себе установку, что все, я занимаюсь полной прокачкой себя. Я прям вообще замотивировалась и спокойно перешла на ППшку. Блин, да в такое время живем. Даже в магазин приходишь, где все готовое. Мне, знаете, вот смотрите, мне если лень готовить, а мне почти всегда лень, ну, гречку нет, гречку я варю, гречку люблю, я покупаю. Значит, во-первых, во-первых, сейчас, очень советую и рекомендую вот эту вот пасту, ой, пасту, господи, вот эту кашу. Очень классная каша. Во-первых, она реально вкусная, она полезная, она насыщает. Я перетренировкой ее обычно ем. Она там 5 или 6 пакетиков кипяточком залил, 5 минут и готова. И вот, есть рыба напорола, сосны пароли, брокколи и морковка. Взяла на обедик себе. Это у меня завтра будет. И все. Не, ну у меня грешки были, вы чего? Я тут одно время так отжиралась. Чуть ли не через день себе Макдональд заказывала. Ну, потом собралась, такая, думаю, нафиг я сама себя, сама себе всю порчу. Динамик закрыла, да? Слушайте, непосредственно сам протеин я не пью. Но тренер сказал, лучше купить, чтобы добирать белка. Так как я, видите, ем не шибко, прям правильно. Бывает прям совсем мало калорий за день. И у меня вот даже один раз я тренировалась, у меня прям голова кружилась. Не хватало энергии на тренировку. У меня очень обломленные волосы. И я спрашивала у девочек совета, чем вы пользуетесь, если у вас такая же проблема, как у меня обломыш. Я же осветлялась, и все. У меня волосы, конечно, немножко охренели. Да я сама не знаю, какой изгиб. Я прихожу, они смотрят, что у меня до этого было налеплено. Я говорю, ну что-то похожее сделайте, только длина до 13. Ни в коем случае больше не надо. Дома я пью на обычном. 2,5% жирности обычно. Вот, если я где-то в заведениях или в кофейнях, то я пью на кокосовом. Просто я пробовала пить дома на кокосовом, что какое-то оно невкусное. Не знаю, что надо спросить, что они за молоко добавляют в кофейнях. На то, что, да, действительно, жертвы запрывали рот рукой, чтобы она не кричала или пытались таким образом ее задушить. И дальше происходило задушение рукой, о чем тоже говорят повреждения на шее, в виде определенных кровоподтеков, расположенных, характерных для удушения имени рукой. И все остальные признаки асфиксии. То есть это отчетность лица, кровоизлияние в кожу лица, в шею, кровоизлияние в корень языка. Ну, то есть все-все признаки... У меня так... Ой, зубы, хотелось бы сказать. У меня так губы стали пересыхать. Все, наступила... Наступили холода, и у меня губы как куриная задница. Все это хорошие места в Москве. Я вообще сейчас домосед, прямо очень такой домосед. Меня куда-то вытащить, куда-то вытащить, куда-то мне сходить. Я даже одна перестала куда-то ходить. Мне... Ну, во-первых, я, опять же-таки говорю, я как на ПП села, мне уже нерезонно ходить в рестораны, потому что там очень много соблазна в меню. Поэтому я дома себе все подготавливаю на следующий день. Ну, так и что. Рестораны хорошие. Сахалин хороший ресторан. Бона хороший. Мерседес бар. Эрвин. Хоть уже и заезженный, но все равно там вкусно и приятно сидеть, зал красивый. Что еще у нас? Пина на Патриках. Чайка уже уставшая конкретно, бомба-бар тоже уставшая уже. Хоть бы ремонт сделали. Мы чуть тут недавно сидели, прям как-то у них уже все потрепано. Хотя меня вкусно. секунду, расскажите, где они были обнаружены. Они были обнаружены на ее одежде, в которой она была одета в момент смерти. В том числе даже на трусиках ребенка. Ревнуете ее по этому поводу? Нет, я не ревнуюсь. Лаки, я такое вообще не знаю, честно говоря, даже не слышала. Я сейчас далека от всех вот этих вот новых популярных мест. «Привет, шикарно выглядишь, возможно пригласить на свидание». У нее рот большой, как у волка, со сказки про красную шапочку. Знаете, в большом рту есть свои бонусы. Много что помещается. У меня действительно, кстати, мне не обидно, когда мне так говорят, потому что это констатация факта. Так оно и есть. У меня большая линия улыбки. И знаете, за счет того, что у меня большой рот, отверстие, кажется, что у меня и губы здоровые. Какой цвет у вас под френч? Девчонки, знаете, честно вам скажу, я когда прихожу в салон на какую-либо процедуру, мягко говоря рыдал. Я, вот знаете, некоторые девчонки приходят на ресницы, мне элька изгиб С до 13, начиная с 7 до 13, то-то-то, прям как будто они мастера. Я говорю, прихожу, говорю, показываю картинку, говорю, вот так вот, вот так вот, я ложусь все делать. Я вот это вот не знаю, что цвет, тон, длина, изгиб. Ни у кого не возникает со мнения в том, что смерть была насильственной. Ни у кого нет. Хорошо, да. Но вы, но вы почему-то свои предположения, свои версии выдвигаете, исключая насильственную смерть. А может быть, вы хотите выкрутить в этой ситуации? Нет, нет, я не исключаю насильственную смерть. Встречала ли звезд в Москве? Ну вот даже недавно, да конечно, мне кажется, я всех уже в жизни не видела ни раз. Недавно, значит, кого видела. Говорю сразу, тиктокеры для меня не звезды. Ну их я тоже всех видела, всех самых вот этих тоже популярных. Мы сидели, ужинали в большом и рядом с нами пришла Варнава, за соседним столом сидела. Это вот из последних кого мы видели. Ну так много кого видела. Бородину тоже недавно в авиапарке видела. Ну как не недавно, где-то месяц назад. Шла в солярий, я смотрю, думаю, господицу знакомая. Да ну много, слушайте, когда в Москве живешь, в любом ресторане спокойно можно кого-то встретить. Конечно, если ты из какого-нибудь там жопинска, извиняюсь, не хотела там никого обидеть. Но если ты жопинска, конечно, да, для тебя, наверное, кого-то там встретить, это такое. Мы старались поиграть в ролевые игры, поехал к ней, мы начали играть в ролевые игры, и я ее поймал сзади, и нечаянно, и сам не понял, как она угодила. Игорь, пайликов не подогревает, что за курицей в тандеме со мной, работают. Слушай, если по твоей логике соображать, то тогда рабочие губы, как ты выразился, у 90% девушек. Тебя что так обидело в рабочих губах? Потому что они никогда не были у тебя. То есть, женщины, которые уже имеют семьи, мужей, там, детей, и у них подколотые губы, у них рабочие ротики. Ой, губы. Оговорилась, оговорочка. По правилу, как говорится. А кто ты по профессии? Слава богу, я по профессии, не ты. Ну ладно, все, давай, минуту славы свою словил, ты мне неинтересен, все, давай, свободен. Пошел. Я не вижу никакого безумия в желании человека жить на роде. Есть ли у тебя шубы? Нет, хорошего меха у меня нету. Хорошей, хорошей, качественной шубы у меня нету. Я честно скажу, отношусь вообще равнодушно. Равнодушно отношусь к какой-то дорогой ювелирке. Не, конечно, я никогда не откажусь, если мне подарят там кортье. Но выпрашивать, спать и видеть, и просто мечтать там о браслетике кортье или там о соболиной шубе, конечно, если у меня когда-то такое случится, и мне захотят подарить, я же, я приму. Но так, чтобы я прям капец, как хотела. Вот я сейчас сдаю на права, и я, конечно, загорелась машиной. Часы мне нравятся, хорошие часы, вот, наверное, бы тоже хотела. Ко всему остальному вообще, как бы, спокойно. какой-нибудь, не знаю, может, там, что-то из одежды хорошее. Ну, вот, к этому да. Это мне нравится. Жрите на яркой стороне. На обиновной стороне. Сумка или обувь? Ну, наверное, все-таки к сумкам я больше не равнодушна. На девчачьей стороне. Хотя, как говорится, да, сумка и обувь должна быть всегда хорошая. На бывшей стороне. На дубличной стороне. Средства для волос. Я не знаю, я покупала себе тонирующий шампунь для блондинок. В совокупности у меня вышло все вместе с этой мазью. гелем 3 800. Ну да, где-то, наверное, полторы он стоит. Где купить хорошую бюджетную сумку в районе ГЭС? Как раз там примерно такая ценовая политика. Ну, если небольшая, опять же-таки. Да, вот, кстати, девушка правильно подметила. Вы какие-то вопросы спрашиваете очень странные. Типа, а где ты покупаешь еду? Очень странно. Так, сейчас, секундочку. Извиняюсь, я отвечала на смс-очку. Настя, как быть такой расслабленной и веселой на свиданиях? Вы что? О, знаете, какая я напряженная на первом свидании? Не, я, кстати, надо просто очень, я, кстати, нервничаю. Видите, вы даже мне сейчас сказали, я аж занервничала. Просто главное не сидеть, вот этот язык в жопу не засовывать. это нормальная защитная реакция любого человека на нового человека. Это нормально. Наоборот, меня смущают те люди, которые на первой встрече с тобой общаются как с братаном. Типа, а, здорово, вот это вот про всю свою семью начинает рассказывать. Как-то надо наоборот сперва, аккуратненько подходить к сближению. Поэтому, если вы думаете, что я такая прихожу, вся такая раскрепощенная, то нет. Где покупаешь паленый шмот на Дубровке? Я не буду скрывать, что у меня есть реплики, но все последние мои приобретения благо настоящие. Молодой человек меня радует. Но никогда не скрывала, что у меня были и есть реплики, которые я ношу. Я, по-моему, из себя мажорку не строю. Если ваш любимый магазин это Дубровка, то пора расти, девочки. Если на месте стоим, то печально. Очень печально. Игорь Байтиков и ее гражданский муж сегодня он проходит проверку на детекторе лжи. Это, наверное, эти подружки зашли в мой эфир, которые с моей страницы не вылазят, да? Да, все такие прямо в оригиналах сидят. Мне тоже, да, вот это всегда улыбало. Знаете, что самое смешное, когда у тебя не оригинал и говорит, что оригинал. Ой, господи, я же забыла, что я в лифчике хотела телефон поставить. Про зубы никогда не трындело, что у меня композитки стоят. Зачем? Это выглядит смешно. Признай, что у тебя лучше, да, по факту говорить, по-настоящему. А то я знаю парочку таких теолог, которые сидят с композитками и такие, у меня керамика. Я говорю, кому ты рассказываешь? Я вижу, как выглядит керамика, как композитки. Господи, ну вот это сразу провинция вылазит. Так вот, подождите, пожалуйста, это переписка свидетельствует, ну, как решиться на мамопластику, было ли страшно? Слушайте, я вообще спокойно ко всему отношусь. Я наоборот начинаю минуты считать до операции, потому что мне все время уже хочется, хочется, хочется. Что тут бояться? Сейчас эти сиськи вставляют, как, знаете, как пломбы. Пришла, заснула на часик, проснулась, на следующий день выписали. Все, пришла, аж выяснила, месяц белье походила, и все. Чего тут бояться? Считаешь украинских девушек красивыми? Да, это самые красивые девушки в мире, я всегда говорила, украинки, самые красивые, при том, что фигуры, что по росту, что, ну, как-то вот, не знаю, удались, что парни красивые. хохла. Хохлушечки всем нравятся, даже девочкам. Если не секрет, у кого делала, нахожусь в поиске. Я у Иванова делала. Если еще я на него подписана, можете посмотреть. Очень хороший хирург. У меня, когда девочки спрашивают, у кого я делала, я говорю, прям рекомендую. Реально, классный врач. Настя, как реагировать на то, что пишет его... Как реагировать на то, что... Чего я вообще ничего не поняла? Настя, как реагировать, что пишет его жене? Чего? Вообще ничего не поняла. Мой мозг, что-то не обработал эту информацию. Работала когда-то кем-то. Да, хостесом в ресторане работала. Ровно месяц. Из этого месяца я раза три не выходила, потому что то поносну золотуху у меня. И потом я сказала, что, извините, работа это не мое. Получился я даже зарплату, как сейчас помню, 30 тысяч рублей. Думаю, боже, как можно на 30 тысяч прожить в месяц? Как? Ты где сейчас? Дома? Ну что, да. У себя. Где мне еще быть? переехала? Нет. Вы что, не узнаете, мой диван синий? Я же говорю, что я здесь еще до 25 ноября. Ну, есть нормальные варианты. Мне уже понравилось там. 300 миллилитров-то мало для груди. Тут надо смотреть на вашу комплекцию. На ваш вес, на... Допустим, когда у меня спрашивают, какой у меня размер, я говорю, 400. Все не верят. Все говорят, слишком большие для 400. Но на мне они смотрятся вот так вот. На ком-то это будет смотреться, как два прыща. Это надо... Почему решилась переехать? Потому что подняли плату. Договор закончился. Прожила здесь год. Подняли плату. Квартира своих денег не стоит. Плату подняли до 90 тысяч. Сейчас мне выслали счет за ноябрь 95 тысяч. 95 тысяч я должна заплатить за вот это вот. Извините, у меня бардак, но вы хотите сказать, что вот эта квартира стоит 95 тысяч в месяц? И отдельно менюшечная спальня. И ванная, туалет. Дешевая мебель стоит. Дешевый дизайн. Ковер мой. Это мое. Что еще? Ковер мой. Лампа моя. Стол мой. Зеркало мое. Да, короче, я тут докупала еще хреново гора. Если еще вынести все мое и убрать отсюда. Кофе-машинку докупала, микроволновку покупала, чайник покупала. Что еще? Да до хрена всего покупала. И тут они мне еще поднимают ценник. Я думаю, пошли задницу. Я сейчас за сотку себе такую квартиру сниму, нормальную, полноценную. а не вот этот вот квадратик. Убийство гражданской жены Елены Жихаревой. Сегодня мы выяснили, что за несколько дней до трагедии у него появилась любовница. Что скрывает Игорь Байтиков? Еще холодная такая до безумия. Я им пишу, говорю, поставьте. Я говорю, что у вас тут за дешманские окна такие стоят. Зимой в том году у меня, зимой, была дырка между окном и стенкой. Просто щелест, который холодный воздух прям в квартиру задувал. Окна панорамные, очень продувают. Сплю под двумя одеялами. Полный дискомфорт. И жалко, сто на хату чужую отдавать. Может, проще ипотеку. Но начнем с того, что я москвичка. И родители у меня живут в Москве. Свой уголочек у меня есть. Переехала. Спросите, почему я переехала? Ну, потому что жить нужно в определенном возрасте. Надо свежать от родителей. Иначе ты будешь полностью не готова вообще к самостоятельной жизни в дальнейшем. Вот. Ну, и плюс, мне важно было ближе к центру жить. Либо центр, либо ближе. Вот. И кто даст мне ипотеку, если уж на то пошло, не работающий, ни разу, грубо говоря, в жизни, девушке? Кто мне даст ипотеку, скажите? Слепой или дебил? Наверное, дебил слепой одновременно. Как познакомиться с классным мужчиной? Укружение вообще никого. Откуда деньги тогда? То есть как можно быть бабой и не понимать, типа, когда я в отношениях состою? Состою уже полгода. Я существую за счет мужчин. В данный момент за счет одного. И меня вполне все устраивает. Я вообще не понимаю, как можно не пользоваться таким шансом в жизни. Надо быть полной дурой, чтобы отказываться от помощи от мужчины. Мне кажется, надо быть просто дурой. А если жить по политике, я стесняюсь что-то попросить. А потом ехать в метро с работы за 40 тысяч и плакаться, какая у меня несчастная жизнь, какая я бедная. Значит, сами хотите такой жизни. Все в наших руках. Вся наша жизнь в наших руках. И то, как мы ее проживаем, это лишь только наша проблема. Не могу перебороть себя, брать деньги у мужчин. Ну и дура. Просто дура. Что я могу еще сказать? Ну, знаете, брать тоже надо уметь деньги. Что думаете, все мужчины такие на миллион тебе в месяц? На, чтобы 500? На, нет. Нет. Должна каким-то внутренним, что ли, чем-то, я знаю, обладать. Ну, я не люблю, когда вот это, знаете, начинаешь плакаться. Вот это, плаксивых девок не люблю. Вот это, ой, мне надо там зуб сделать, мне надо там, вот у меня сейчас вот столько навалилось всего на плечи. не всем же хочется искортить. Молодым так не... Ну, слушай, искортить. Сними меня, попробуй. Сними. Мне так нравится, как все вот это вот, искорт, искорт, искорт. Хотя, знаете, мне такие предложения приходят иногда. Я даже своему скидываю, говорю, слушай, по ходу дела, скоро тебя сорю. Что-то тут уж больно как-то... Провокационно, так сказать. Ну, когда западаешь, все на задний фон уходит. Когда тебя один мужчина настолько завоевал, что все остальное становится неинтересным. Сколько примерно надо зарабатывать, чтобы быть с тобой? Надо обладать харизмой. Харизмой, добротой, пониманием. И баблом. Шоу что-то скрывать. Ну, я дома там посижу, может, переночую, потом приеду за мной. Сделаю твои стульсы, бегу, анализирую, бегу в зал. Молодцы, девочки, мы вместе, мы качаемся вместе. Давайте приведем наши попки в полный порядок. Вместе легче. Слушай, как я ставлю? Так не, я ставлю. Я прихожу в салон, объясняю мастеру, говорю, я делаю высокий хвост, я делаю разный пробор. Посадите капсулу так, чтобы этого всего не было видно. У меня был рюкзак, там лежали рваные коньки, и шаны были туда же на булавке. Ну, что за долбанёк, господи. Выходите на улицу без труцов, блядь, как земля таких ебланов носит, простите, за французский. Ну, какое вы ходите? Притом он этот вопрос раз 50 написал, я пропускала, пропускала, пропускала. Почему выбирать? Ну, по закону это не... Видимо, этот чёрт без трусиков ходит. У меня, кстати, я вам честно скажу, у меня вообще не видно, что у меня сделана задница. Но, не буду скрывать, пока не очень красиво виден шрам. Вот. Он же у меня между булок. А я начала рано ходить в солярий, и он у меня потемнел, зараза. Ну, я знаю, что он потом посветлеет, и надо просто подождать. Но чуть-чуть он заметен. Ну, в принципе, с грудью у меня то же самое было. У меня капец, как было видно сперва. Кстати, сегодня снег шёл на улице, представляете? Я опешила, сказать честно. Ну, уже холодно прям вечером. Ну, как мне объяснил врач, что жопные, а не пожизненные. Настя, как дать себе хорошего пинка. Слушайте, я просто... Я прошла все этапы своей жизни. Вот, честно вам скажу. Просто то, что вот кто-то вот, может быть, на меня кто-то недавно подписался, и думает, о, стоит, тп-шка, целый день валяется, поди, фоткается, ни хера не делает. И я на самом деле такой шаг сделала с собой. Я избавилась от двух своих самых пагубных привычек. Нормализовала психологическое состояние, почти. У меня-то вы что, крышняк ехал, всё, я думала, я куда-нибудь в это, в психушку поеду. Занялась с собой. Занялась с собой, да. Снизила алкогольную зависимость, да, минимума тока в компаниях. Что, я раньше дома, знаете, как накидывалась постоянно. Ну, в общем, короче, много чего прошла. И очень собой горжусь. Это для меня моя маленькая победа. Дальше только лучше. не для порядка, не юридически, а просто для самоспокоения. Но если бы ты мог сам принимать решение, тогда... Поэтому сейчас я прям смотрю на себя и думаю, ёба! Хороша же! Почему ты, кстати, заранее поедешь? Ты уже было плохо дома, или как? Почему ты решил, что ты поедешь? Тебя никто не бил, да? То есть, с тобой всё-таки мама родная, папа родной. Почему вдруг ты... Кто бы сегодня расплакала? Ой, давно! Вы что, у меня так существенно хорошо как-то. Хорошо в семье, дома взаимопонимание. Там нашла вторую половинку. Наверное, у меня никогда не длились какие-то там отношения полгода. У меня, наверное, никогда такого не было, чтобы обо мне кто-то заботился так долго. какое-то внутреннее удовлетворение, знаете, что я, наверное, и захотела так поменяться. Комплекты, комплексы... Какие комплексы? Я не про комплексы, я говорю про то, что... Кто понял, тот понял. Слушайте, все потихонечку, все в меру. Вот бросаться за все сразу. Конечно, я бы еще занялась бы, может быть, языком, но, блин, заниматься по компьютеру это не мое. Мне надо сидеть индивидуально. Чем еще можно заняться? Ну, какой бизнес? Бизнес, это же тоже, знаете, не так все просто. Особенно в Москве, особенно с ценами на аренду и со всем остальным. Еще пока не думала, подождите, я пока еще себя не восстановила полностью после всех гулек. Хочу вернуть, как думаешь, это нормально? Конечно, нормально, если есть все чеки, спокойненько приходишь, возвращаешь, все. Ну, если реально не нравится вещь, то поменяю в этом. К тому же он бывший, тебе не похоже, что он подумает вообще. у меня в этом плане чуть попроще. Я говорю заранее какую я хочу и потом типа, как неожиданно, прям ту, которую я хотела. смотри, я хочу подержать его тоже поясом. как-то зашла нет для меня то что надо она взяла я до этого ходила с найковской так она еще больше по размеру было наоборот идешь как сбал он какие-то неудобно да иди поменяй конечно в этом нет ничего такого тем более если она тебе реально не нравится одно дело если знаешь парень дарит и ты понимаешь блин что-то больно дорогая но она хотя бы нравится а если не нравится и ты еще даже с ней ходить не будешь почему сумка за 300 ксов должна пылиться конечно иди возвращайся ничего такого нету сережки я рассказываю свою историю это клипсы я покупала в каком-то магазине специально сразу много пар взяла потому что у меня порвалась дырка я не могу носить обычные сережки когда я у меня сделан хвост и я что-то жую то у меня ухо дергается вот так вот вы спросите почему я не зашью потому что у меня пока сейчас нет времени действительно на все сразу начала делать на то чтобы сейчас поехать зашивать это в хирургии помеха снимать эти швы я это в процессе так вот скрываю и все поэтому я сейчас постоянно хожу сережка поэтому девочки зашивайте заблаговременно до того как они порвутся свои дырки она у меня уже была на грани но я все потом 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 не он она у меня не болит не кровоточек сейчас не до него как дела в автошколе нормально ездить уже научилась парковаться научилась в гараж заезжать научилась теорию пока ну блин пока такое еще немножко подтупливаю но хотя бы мне уже и с ней стало из-за чего порвалась сушки низко прокололи в детстве и мочки слабые локдаун я очень часто слышу это слово но скажу честно я не знаю значение этого слова что это значит ну начнем с того что у меня не дырка а именно порвано она и она не зарастет просто так это надо ехать и зашивать само собой она не стянется а вы имеете ввиду до того как порвалось но я же говорю я носила уже гвоздики и видать я дернула во сне а карантин слушайте мы уже третий год живем с к видам я уже настолько привыкла единственно что меня бесит этим маски потому что я не знаю как у вас девочки тональнику приходит других слов нету вот это вот часть просто я не знаю какая должна быть тональная основа чтобы это все дело не смазывалась маску снимаешь потом черти чем под черти чё невыносимо дышать в них не могу 2 да какая разница господи уже надо свыкнуться с той мыслью что ковид с нами будет всю жизнь и все просто потом со временем мы к этому привык не будем все прививаться и спокойненько жить на мне никак не отражается к тому же у меня есть киар-код я не парюсь год и все нормуль поэтому даже какие-то ограничения мне не страшны нет я не делала вакцину я решила обойти эту систему своим путем слушайте мне еще рожать я дебила не хочу родить пока сто процентов не изучено все это мне молодой девчонки это лучше не надо хотя мама я ставила брат мой ставил вообще ну как бы все нормально у меня сложное окрашивание поэтому она отрастает в течение двух-трех месяцев 2-3 месяца корни отрастают так что ну типа даже не видно и сейчас он сидит такой красивый с такими простыми душевными хорошими мечтами я уверена в том что это только ваша заслуга после всего пережитого вы просто вложили в него всю свою душу брату моему двадцать восемь уже он мужик какой двадцать восемь двадцать девять подождите да двадцать девять лет он уже господи же сама забыла скажи что делать с бровями я брови делаю сама себе брови я делаю сама себе я укладываю их на гель вивиан собо часто вот это слово я снискала очень хороший гель стоит рублей 300 и знаете надолго хватает и фиксирует брови хорошо но долговременная укладка кстати долго дело держится я перед морем обычно делала ой так говорю обычно делала кого-то каждый месяц куда-то летаю делала даже вот ныряешь плаваешь она все равно держится брат пока не собирает жениться да что такое для мужчины 29 нормально еще время есть ну пока не нашел себе никого встречался с девочкой долго с одной вот разбежались они и жили вместе уже тем не она нравилась мы с ней общались хорошо на мэр весело даже помна год меня младше нормально что парень за два года ни разу не дарил цветы мне тоже не дарил цветы только на день рождения вообще спокойно к этому отношусь если парень во всем остальном тебе везде помогает всего лишь не дарит там цветы то можно пережить эту трагедию сюда же на 8 марта не дарил на 14 февраля даже не дарил не нам в праздники не дарить это конечно такое себе даже если парень не романтик мне дарить на какие-то такие вот основные даты праздники это такое себе чем те нищий об наверное да и так жрать что-то хочу у меня есть киар-код зачем мне делать все прививки нормально себя чувствует фу-фу-фу еще антитела даже есть к видом переболела еще феврале этого года очень надеюсь что повторно заболею не скоро фу-фу-фу даже думать не хочу это был для меня от столько времени я не сидела дома еще я еще болела четыре недели чтобы вы понимали еще в эти за эти четыре недели я умудрилась процитамола пережрать меня тут прочищать приезжали о я как вспомни этот я рассказывал уже этот случай когда я перепутала и и перепела процитамола от него откинуться можно почки могут отказать врачи приехали ворами все нормально батьков не промыли шланг мне затолкали так два парня еще как на зло молодых я думала этом в ванной от смеха умру тренер с тобой заигрывает да вы что мне у меня классный тренер прям реально классный главное он меня не жалеет он прям по в меру моей возможности само собой делает мне все знаете был какой-то который бы меня жалел тренировки проходили без результативно так сказать а мы скажем тренировкой даже и вес увеличиваем и идем к успеху учитывая что у меня есть проблемы с ногами и не не все упражнения легко даются эти проблемы кстати за счет спорта проблемы с ногами тоже прошли заметил я начинаю потихоньку носить каблуки конечно все мои топовые еще стоят имели высокие но потихонечку мы возвращаемся к каблукам для меня это тоже очень результативно значит да запахи у меня тоже пропали это ужасное чувство овощи было когда реально ничего не чувствуешь ни вкуса еды не и вкуса кофе очень какое-то неприятное было ощущение но у меня как-то ненадолго где-то неделю я не чувствовала потом постепенно стала возвращать или на риммер не знаю такую ладно что-то я заболталась как всегда на 10 минут в итоге час протрещала пойду я бездельничать дальше шутернол действует одновременно против